В Одинцовском районе проживают более 25 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет. Именно они в первую очередь будут охвачены летней оздоровительной компанией. Путевки в загородные лагеря, в лагеря с дневным пребыванием, а также места в отрядах с оплатой труда получили 92% от этого числа – 23 569 одинцовцев школьного возраста. Нам нужно ставить планы, поэтому, возможно, на следующий год точно охват 100%. Количество лагерей дневного пребывания в школах не сокращать, по возможности увеличивать. И вчера мы на заседании правительства этот вопрос тоже с вами слышали. Поэтому ставьте задачу в системе образования максимальное количество лагерей в школах размещать. Пока одни собираются оздоровиться в Клинском районе Подмосковья, в Анапе или в Крыму, другие хотят подзаработать. Такая возможность есть у жителей муниципалитета старше 14 лет. Устроившись в трудовой отряд, который займется благоустройством образовательного учреждения, они могут получить около 5000 рублей. Этой формой летней занятости будут охвачены 659 подростков. При этом найти оплачиваемую работу на лето мечтают еще 800. К сожалению, у нас только Одинцовское городское хозяйство откликнулось на то, что созданы рабочие места. Это ежемесячно в течение всего летнего периода. Пять наших несовершеннолетних будут трудиться в Одинцовском городском хозяйстве. Ребята получат заработную плату, которая составляет 14 200 рублей. И, конечно, таких мест рабочих нам с вами необходимо значительно больше. Еще от пяти до десяти рабочих мест для подростков в ближайшие дни появятся в налоговой инспекции. Кроме того, в планах у главы района лично проверить, в каких условиях отдыхают юные жители Одинцовского района. Еще один вопрос в повестке дня еженедельного совещания. Организация комфортной городской среды, которая включает в себя ремонт домов, подъездов, установку детских площадок, реконструкцию линий наружного освещения, благоустройство. В этом году в порядок будут приведены 38 дворов. Комплексное благоустройство включает 8 обязательных элементов. Это детская площадка, контейнерная площадка, парковка, озеленение, наружное освещение и информационный стенд, скамьи, лавочки и урна. Работы во дворах начались еще 1 мая. Завершить их планируется к 30 сентября. Установка семи детских игровых комплексов запланирована в этом году в рамках губернаторской программы «Наша Подмосковья». Одна расположена в Кубинке и еще шесть в Одинцово. В Одинцово на сегодняшний день уже завершены работы по установке двух площадок. Это площадка Говорова-16, эко-городок, и площадка Море на Северный-12. По двум площадкам работы находится в высокой степени готовности. И все площадки будут завершены в течение июня. То есть все семь площадок по губернаторской программе будут установлены. Отдельно на еженедельном совещании обсудили ситуацию в Чистцах. Информация о возгорании на закрытом полигоне ТБО поступила утром 1 июня. К его ликвидации незамедлительно приступили пожарные. На месте был создан оперативный штаб. К вечеру 2 числа открытое горение удалось ликвидировать, но последствия чрезвычайной ситуации устраняют до сих пор. Мы не снимаем версию поджога, которая звучала в самом начале. Сейчас следственные органы проводят проверку. Нет пока окончательного понимания и окончательного заключения, но такая версия на поверхности. Особенно она часто звучала в преддверии чемпионата мира по футболу. Что касается ЧС, мы его не снимаем. Во-первых, потому что еще не все последствия ликвидированы. Сейчас на полигон продолжают свозить грунты. В ближайшее время по его периметру будет установлено видеонаблюдение. Охрана начнет патрулировать объект на автомобиле. Режим чрезвычайной ситуации в Чистцах продлится до конца чемпионата мира по футболу. Продолжение следует...